Добрый день, уважаемые зрители! Расскажу сегодня историю о том, как топ-менеджеру банка не попасть на субсидиарную ответственность. Касается это как членов правления банка, так и других лиц, принимающих решения. В частности, расскажу историю, основанную на собственном опыте представления такого рода интересов клиентов. Постараюсь, хочу дать вам несколько рекомендаций, прежде чем мы перейдем к основной теме видео. Суд это очень серьезное мероприятие. Сравнить его можно, может быть, ну если вот так грубо, то с какими-то агрессивными действиями, с войной. Когда вы думаете иначе, вы находитесь в иллюзии того, что вас кто-то пожалеет. Ваш оппонент, не знаю, там истец, ответчик, кто-то к вам проникнется и ваши интересы посчитает заслуживающими внимания. Так вот, от этого нужно отказаться, поскольку, поверьте, никто вас не пожалеет и никому вы там не нужны. Абсолютно, от слова совсем. Судье вообще фиолетово. Но удачи выехать вы не сможете. Сто процентов. Решает всегда компетенция, знание специалиста, то, что он реально умеет и делал неоднократно. Решает всегда тот, кто набил много шишек. Ваша предельная честность, как клиента, это залог успеха. Обманите юриста, ну и такой же результат и получите. Умолчите о нюансах и мелочах. Получите негатив. И всегда правильно выбирайте. Выбирать нужно профи, выбирать нужно того, кто будет работать в ваших интересах и не в чьих более. И помните важную позицию о гарантиях. Хороший юрист, настоящий специалист скажет вам честно о перспективах вашего дела. А бороться или бросить все на старте решать только вам, клиентам. Постараюсь быть максимально кратким и без лишней воды по пунктам. Поехали. Сразу скажу, что я представлял интересы одного из членов правления банка, который никогда не был акционером. Противостояло нам, естественно, агентство по страхованию вкладов. Оппонент очень серьезный, на удачи здесь не выйдешь абсолютно. Тему либо нужно знать досконально, либо даже не браться. Что вменяется в вину? Обычно это история с техническими заемщиками. Плюс выдача заведомо невозвратных кредитов другим банкам. Причем в этом случае АСВ доказывало вину только председателя правления банка, его заместителя и нескольких членов правления. Никакие иные лица, например, начальник кредитного комитета, начальник управления рисков и в помине никому никаких претензий не было. Самое главное, что необходимо доказывать лицу контролирующему должника в данной ситуации, вот нашим клиентам, что нужно было доказывать. Здесь история стандартная, как и с обычным банкротством любого юрлица и даже гражданина. То есть доказать нужно. Первое. В результате каких действий конкретно по пунктам банк был доведен до банкротства? И второе. Кто конкретно эти действия совершал? То есть кто будет отвечать? Поскольку если банк стал банкротом вследствие обычных рыночных обстоятельств, то ни о какой субсидиарной ответственности речи быть не может. Если, например, председатель правления банка или какое-то иное лицо подписывало определенные документы, а, например, член правления к этим документам никакого отношения не имеет или какое-то иное лицо, например, начальник кредитного комитета, какие-то иные лица, то, соответственно, повесить на лицо номер два ответственность невозможна. Думаю, все здесь понятно. Иными словами, доказать нужно, действительно ли топ-менеджмент банка своими действиями и решениями, которые облечены в письменную форму, довел банк до банкротства. Действительно ли был у них противоправный умысел? Поскольку просто тупо за должность привлекать к ответственности нельзя, какая бы она замечательная, красивая, высокооплачиваемая не была, сколько бы денег эти люди не зарабатывали. Нужно доказать их вину. Всегда. То есть доказывается противоправный умысел определенного лица, который выражен в конкретных действиях, повлекших убытки у контрагента. Все здесь прозрачно. Я думаю, вы все понимаете. То есть доказывается выход за рамки добросовестного поведения. Когда он был, кто его делал и что за это следует. В нашей истории у банка отозвали лицензию. Центральный банк это сделал. Соответственно была назначена временная администрация, которая проверяла финансовое состояние должника в данной ситуации. В результате всех этих проверок было выявлено, как у нас говорят, профицит бюджета. Порядка там 3 миллиардов рублей. И соответственно ни о каком банкротстве банка речи не могло было быть. Его необходимо было ликвидировать в обычном порядке. Потому что активов полно рассчитаться можно со всеми контрагентами, кредиторами. Соответственно процедура там достаточно серьезная. Был суд. По суду было признано, что ликвидировать действительно надо банк в обычном порядке. Это было подтверждено судебным актом. Это приюдиция. Соответственно началась эта самая процедура ликвидации. Кто ликвидирует банки? Агентство по страхованию вкладов. Начинается обычная ликвидация банка. И там через определенное время возникает вопрос к финансовым активам этого банка. То есть, как вы помните, первоначально у нас был профицит бюджета, который был подтвержден решением суда. И приступает к работе представитель государства. И выясняется, что оказывается у нас не профицит, а дефицит денег не хватает. И начинается что? Банкротство. То есть, находятся признаки неплатежеспособности банка. Естественно, дыру в бюджете нужно закрывать. И нужно закрывать это не за счет имущества банка. Почему? Потому что его тупо нет. Как вы понимаете. Исходя из утверждения представителя государства СВ, необходимо закрывать, исходя из чего-то личного имущества. В данной ситуации это те лица, которых мы представляли. В нашей истории потом, как выяснилось, был определенный межбанк, межбанковский кредит для некоторых других банков. И впоследствии соглашения о межбанке были продлены. Но были они, соответственно, продлены уже на стадии банкротства. Вернее, на стадии работы ликвидационной комиссии, которая является кто? АСВ. И АСВ само их продлило. Банально, тупо само продлило. И потом выставило вот этот свой косяк тем лицам, которым посчитало необходимым это сделать. У кого тупо были деньги. Потому что АСВ все знает. У кого в банке есть деньги. У каких, пардон, не акционеров, а членов органов управления банка есть активы. Все это достаточно легко проверяется. У кого были, тому и выставили. Все просто. Сначала АСВ подписывает соглашение о продлении. Потом у этих же банков, с которыми были продлены соглашения, тоже отзывают лицензии. Естественно, межбанк помечается, как какой? Невозвратный. И все. Нужно, получается, банкротить. И нужно получать деньги откуда-то. Вот с какой целью АСВ продлевала межбанк? Каким образом АСВ проверяла финансовое состояние контрагента? Контрагента. Каким? И если получается так, что АСВ виновата в данных действиях, то получается, какие вопросы могут быть к членам правления? Логично. Резонный вопрос. Естественно, в суде эти все вопросы поднимаются. АСВ на них особо внятного ответа не дает. Пытается как-то объяснить, но ничего конкретного. В данной ситуации что нужно делать? Учитывая то, что соглашение межбанки продлевалось АСВ, которое не убедилось в финансовой благонадежности контрагента, соответственно, нужно взыскивать убытки с АСВ. Либо встречным иском. Но здесь это сделать невозможно, потому что клиенты не акционеры, владельцы банка, не кредиторы этого банка, а не просто наемный персонал, наемные менеджеры. Встречный иск не подашь. Нужно подавать самостоятельный иск о взыскании убытков с АСВ. Если дело будет выиграно, это будет автоматически приюдиция. И никакой субсидиарки не будет. Я думаю, вы понимаете, о чем речь. Но самостоятельный иск, повторюсь, подать могут либо акционеры банка, либо его кредиторы. К этим категориям наши клиенты не относились. И нужно было здесь поступать единственным возможным способом. Выкупать минимум долга. У одного из кредиторов банка там самый минимум, там несколько сотен, миллион. От силы. И подавать этот самостоятельный иск. Дело, соответственно, о субсидиарке. Как обособленный спор, нужно было приостанавливать. Не всегда клиент готов к дополнительным расходам. Потому что самостоятельный иск, самостоятельная оплата и так далее. В нашей ситуации клиенты отказались. Потому что это дорогостоящая процедура. И делать ее... У них просто тупо не хватило денег. И чтобы совсем ситуацию не заводить в тупик, было принято решение в наших дополнительных пояснениях по делу все это отразить отдельно. Всю эту позицию, всю эту ситуацию. Но, естественно, в делах о субсидиарной ответственности рассматривается вина лиц к ней привлекаемых. Но никак не банка, не АСВ и так далее. Это все предмет совершенно других исковых требований, другого разбирательства. А клиент сам себя поставил в эту ситуацию. Сам себя поставил. Бесплатно работать никто для него не стал бы. Как вы понимаете, тем более, квалифицированные специалисты бесплатно не работают. Поэтому все эти дополнительные пояснения наши для суда особенной роли сильно не играли, только как косвенное какое-то доказательство, которое благополучно было выброшено в урну. Более того, почему нужно подавать отдельный иск? Поскольку в рамках субсидиарной ответственности, повторяюсь, исследуется вина конкретного лица, не АСВ. Никаких документов АСВ, они же не дурачки, сами представлять суду не будут. В рамках заявления ходатайства по делу субсидиарной ответственности суд запрашивать эти документы не будет. Не будет. Потому что валить в кучу все и мешать ложкой в голове у судей все эти факты смысла никакого нет. Ни один здравомыслящий судья этого делать не будет. Вот подавайте отдельный иск и там разбирайтесь, кто у вас виноват, кто там подписывал, что за межбанк, какие там документы, почему ей своих не представляет. Давайте. Вперед из песни. А я здесь сейчас рассмотрю там вину Иванова, Петрова, Сидорова в том, что они там виноваты, как прежняя администрация банка, в совершении определенных действий, которые довели банк до банкротства. И еще и деньги куда-то тиснули, чтобы не платить кредиторам. Потому что вы должны понимать, что если вы, например, кто-то взял кредит, то доказывается, а был ли кредит? Есть кредитный договор у вас? Так, хорошо, вижу, есть. Так, а перечисление денег было по этому кредитному договору? Да, вижу, было. Все хорошо. Так, смотрите. Так, а контрагента вы проверили? Не проверяли? Ну, так давайте сейчас мы проверим, почему вы не проверяли. Вот это уже в рамках субсидиарной ответственности не влезает. Это идет другим иском абсолютно. И как бы это ни звучало, работает это так. Вы можете судье все, что хотите говорить, а он спросит, ну, если вы считаете, что виновата АСВ, вы тогда иск-то подайте. Подайте иск, давайте его назначат, вы нам принесете определение о назначении судебного заседания, хотя бы предварительного. Мы посмотрим, может быть, приостановим это дело или как-то отложим на длительный срок. Давайте, пускай, тогда и будем разбираться. Если суд выяснит, что действительно есть какие-то вопросы к АСВ, конечно, мы будем заниматься и учитывать это тоже. И как приюдицию тоже. Если по всем там нюансам суд пропишет, то, соответственно, мы с этим разберемся. В итоге, как вы понимаете, дело было проиграно. Проиграно из-за позиции в основном клиента, потому что клиент лишил юристов единственного возможного способа доказать правоту клиента. Это путем подачи дополнительного иска, путем проведения дополнительной работы. Соответственно, учитывая это, учитывая бюджет клиента, было сделано то, что сделано. Как-то переделать это было невозможно. Мы работали на протяжении двух инстанций, первой и апелляции. В Кассацию они ходили с другими людьми. Результат остался прежним. Дело было проиграно и в Кассации, и в Верховном суде, и везде судебные инстанции прописали в своих судебных актах, что нужно было подавать иск о взыскании убытков с АСВ. Если вы считаете, что в рамках вашей позиции, которую вы заявляли, виновата АСВ, в каких-то действиях, которые довели банк до банкротства. Все четко. Все инстанции судебные с этим согласились, с нашим доводом, с нашим предложением, которое клиенты отвергли. И клиенты проиграли. Все по делу. Все по делу, друзья. Какие выводы должны вы сделать для себя в рамках этой истории? Вы должны быть готовы к суду, как к войне. Вы должны быть готовы к любому раскладу, что ситуация может измениться. Может быть какая-то нечестная игра. Возможно, вы понимаете, о чем я говорю. Возможно, будет какая-то пристрастность к вашему делу. Если вы не готовы никакому раскладу и думаете, что все легко и просто, по щелчку вот так, вы разобьетесь о жестокую реальность. Чтобы так не делать, лучше всего быть готовым. И с точки зрения бюджета, это самое главное, и с точки зрения ваших доказательств. Вы должны быть готовы ко всему. Как показывает практика, на своей безопасности люди, как правило, экономят. Лучше потратить какие-то деньги на себя, любимого, что-то себе купить, но только не на решение сложных моментов в жизни. Как субсидиарная ответственность. Субсидиарка это пожизненный долг. В личном банкротстве он не спишется никогда в жизни. Он повиснет на вас камнем и утянет на дно. Как вам поступать, думайте сами. Но лучше поступать всегда правильно. В этом споре клиент поступил неправильно, ошибся и заслуженно получил то, что получил. Как бы это ни звучало. Субтитры сделал DimaTorzok